приветствую вас мои дорогие вы на канале netless reviews мой канал это обзоры обзоры модных трендов все что связано с вязанием схема модели описания обзоры на пряжи на инструменты очень интересно обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик сегодня я вам хочу рассказать о замечательной пряжи сделать на нее обзор мы с вами посмотрим живую обязательно обязательно я покажу вам полную палитру цветов называется она римда рома все вы знаете этого великолепного производителя лан из норд и давайте посмотрим на состав этой актуальной актуальной демисезонной пряжи очень она нежная мягкая оттенки просто потрясающие и давайте посмотрим на состав 60 процентов шерсти 15 акрил 10 альпака 10 него и 5 процентов шелка 50 грамм 80 метров то есть не так мало для такой толстенькой пряжи можно ручками стирать и спицы для нее подойдут четыре с половиной пять да то есть вещь очень легко и быстро свяжется я пока в процессе выбора пряжи для кардигана и наверное остановлюсь на этом чудесном варианте пока экспериментирую с оттенками выбираю интересные узоры кардиганистые всякие в общем смотрю думаю вот этот необычный креативный узорчик вот его лицевая сторона изнаночная сторона мастер-класс на него будет на основном канале будет также краткий видео урок в инстаграм поэтому не забывайте подписаться на мой инстаграм просто такой кольчужный узор кстати очень хорош для мужских вещей свитер жилетка тоже кардиган мужской прям вот мне кажется да меня давно просят связать мужскую изделие и наверное я все-таки именно на варианте мужском остановлюсь этого узора посмотрите какие сложные припыленные оттенки мой любимчик мой любимчик это вот этот цвет так номер цвета видите это как всегда taupe восьмерочка правильно сейчас дождливая погода я думаю вы слышите перед передан оттенок это розоватый с розовым подтоном такой бежевый taupe очень нежный он более холодно еще в живую кстати чуть более холодный более бежевый на камере очень красивый цвет вот цвет универсальный подойдет всем всем я знаю что у меня очень много полненьких зрительница с большими размерами и я вязала на больших спицах конечно нужно вязать я так поняла именно на спицах или которые рекомендованы на этикеточки до четыре с половиной пять а я вязала сейчас я вам скажу так шесть с половиной поэтому все правильно спицы нужно взять поменьше тогда будет идеальная лицевая гладь идеальная изнаночная и пряжа это действительно хороша именно своей мягкостью универсальностью прям зимняя или демисезонный прекрасный прекрасный вариант здесь у меня планочка скрещена резинка 11 и внизу также да то есть такой вариант для кардиган чека крупной лицевой глади или изнаночной вполне себе имеет место быть мы с вами обсуждали лучше для стройняшек да но это мое мнение если лицевая гладь то до сорок шестого размера а если больше размер боже мой сколько на канале у меня всяких разных узоров вот пожалуйста да то есть какие то вот такими объемными узорами можно скрыть недостатки до прекрасно можно миллион узоров девочки призываю вас не зацикливаться на жемчужной вязки на аранов на косах жгутах и на глади вот меня такое ощущение что весь интернет клянусь вам практически не знаю пом 95 процентов почему-то только вот так вот и вяжет лицевая гладь похоже на вышивку крестиком до крестики и все крестики все и она вышивалась поэтому у меня такое настроение и давайте посмотрим на ниточку так что же у нас за ниточкам посмотрите она очень мягкая воздушная и состоит из раз два три 4 5 из шести ниточек ровницы из шести они так слабо переплетены очень упругие поэтому это пряжа конечно идеально для классики для глади для аранов для кос для таких осенних и зимних уютных чудесных изделий дарим классическая линия люкс просто чудо 220 рублей 50 грамм такая цена у меня в магазине совсем небольшая для этой чудесной пряжи и еще хочу вам сказать что я стирала образец другой сейчас честно говоря под дождем я сижу в беседке мне лень бежать еще вам показать один образец постиранный и я его долго еще просила деток вот так вот жамкать жамкать смотрю я прекрасно себя пряжа ведет не пеленгуется и после стирки не поменял размер образец это очень-очень замечательный признак надеюсь у меня слышите мы хорошие и вот этот цвет сложный синий посмотрите если у вас цветотип например холодная зима или летний цветотип посмотрите какой прекрасный прекрасный сложный оттенок но он и тепленьким тоже подойдет потому что он такой многогранный сложный такой джинс знаете очень очень глухой джинсовый оттенок красивые безумно ну поэтому себя пряжа так хорошо ведет потому что видите какой у нее состав то есть производитель намешал много всего для прекрасных показателей посмотрите какая ровная скруточка видите она переливается такой немножко легчайший меланжевый эффект присутствует ну а теперь давайте посмотрим как всегда подробно палитру порассуждаем насладимся и призываю вас если вас заинтересовал вот этот очень интересный простой красивый узор видите как будто такие цветочки и кольчужки да очень необыкновенный унисекс узор если он вам показался интересным то посмотрите в instagram как его вязать и посмотрите обязательно видео на моем основном канале ссылочки я оставлю внизу в инфобоксе еще раз мои хорошие хочу вам напомнить посмотрите богатство моё планирую может быть из такого синенького связать посмотрите обязательно расскажу вам как открыть инфобокс большая проблема для многих моих зрителей под видео с правой стороны есть маленькая беленькая стрелочка вниз вы на нее нажимаете разворачивается инфобокс и вы смотрите все ссылки которые я вам предлагаю да вот чтобы вы знали как у всех блогеров так ну что давайте смотреть на палитру и приглашаю вас свой магазин так вижу я тут на кубиках книг про на хоть я не фанат книг про но так как я продаю абсолютно любые спицы набора книг про все что хотите конечно я ими тоже повязываю иногда кубиками провязать хочется хочется повязать кубиками вот так вот пойдемте смотреть ох и соскучилась ли я зале это по такой объемный теплый пряжа вообще не передать словами вам и дорогие конечно же молочный оттенок есть и белый в этой линеечке очень люблю сжимать кубочки руками как они форму приобретают обратно напишите вы любите такое ощущение теплый светлый серый до номер три есть у меня желание последнее время вернуться к своему любимому зеленому из какой-нибудь оттенка повязать но уже я определилась либо оттенок бежевого либо вот такая горчичка будет у меня кардиганчик соскучилась по цветам специи чего-то пряного вкусненького наверное концу лета тянет вот здесь таким образом мой любимый талп выглядит видите на свету он такой больше розоватый более светлый также как этот великолепный зеленоватый оттенок размышляла я и о нем чудесный цвет тоже такой усложненный переливается класс темно-серый не мой цвет ну конечно же он очень идет темно-серый брюнетка со светлой кожей замечательный нежно-нежно розовый очень холодный 11 нежно голубой классический голубой но прохлады немного насытилась уже этим лет я повязала повышевала такими оттенками и и вторая пряжа которую я вам показывала изысканный синий оттенок есть еще синий цвет вот такой насыщенный темный прелестный и чудесный и есть еще зелененький тоже для белоснежек думается мне хорошо будет смотреться холодный зеленый тон совсем без желтого потом оттенки классный темно-коричневый холодный чуть-чуть разбеленный красный такой не открытый цвет видите спокойный красный и есть еще горящий красный красный в этой линейке классический розовый обожаю этот оттенок на блондиночках всегда хорошо конечно же вот полыхающий французский красный оттенок 21 красивые красные цвета сливовый такое где больше красного подтона чем фиолетового даже хочется чтобы осень наступила когда такие видишь чудесные в булочке ну что же мои хорошие я надеюсь вы подробно рассмотрите линеечку а у меня в магазине также вы все можете разглядеть посмотреть а я на этом с вами прощаюсь всех обнимаю всех целую скоро будет много обзоров на самую разную пряжу осеннюю зимнюю и еще немножко летнюю всех целую всем пока